Возникла такая идея, почему бы не создать ракетный сетель на жидкостном ракетном двигателе. Эта технология интересна по двум причинам. Во-первых, это очень круто. Это самое главное. Изначально это была моя идея. Я думала, ой, как интересно, начала про эти эксперименты узнавать. Как вообще, какие болезни можно вылечить, например, болезнь Стивена Хокинга. Мы не в простом месте. Это самый настоящий центр управления полетами. Многие знают, что в России есть центр управления полетами в городе Королев. Мы же находимся с вами в университете имени Баумана, в молодежном космическом центре. И мы здесь не просто так. Сегодня со мной два гения, Владимир и Матвей. Собственно говоря, один из них основатель, а второй управляющий партнер компании Ротех. Команда Ротех уже три года проектирует ракеты-носители. Все участники проекта студенты МГТУ имени Баумана. Проект входит в молодежный космический центр МГТУ. Первый год ребята занимались теорией, а затем и железом. В октябре 2021 года был сделан первый макет ракеты-носителя «Мечта». Сегодня в портфеле стартапа ряд ракет. Протомечта – прототип для тестовой направляющей, а также мечты ТТ-1, ТТ-2, ТТ-3. Также есть идея создания ракеты «Мезо-Мечта» – монотопливной ракеты, переходящей в двухкомпонентную. Но все это воплотила «Мечта-1». Она будет монокомпонентная. В минувшем году команда стартапа Ротех дошла до динамических огневых испытаний. Как отмечают в Ротех, испытания показали, что команда довольно близка к завершению проекта «Мечта-1». Однако впереди огромное количество тестов. В каждой из систем необходимо доработать ряд нюансов. Инженеры уверены, что станут первым студенческим стартапом, который запустит ракету на жидком топливе. Она взлетит на небольшую высоту, а сам факт будет зарегистрирован и станет демонстрантом технологии. Парни, расскажите, как так получилось, что вам всего 21 год? Вы уже умудрились добыть где-то миллион рублей, потратить, как я понимаю, не меньше 100 бессонных ночей, для того, чтобы создать летающее средство под названием «Ракета». Откуда вообще идея? Владимир, расскажи, пожалуйста. Идея, наверное, пошла из детства. Просто желание создавать ракеты. Все запустили петарду, а ты подумал, что будет что-то. Да, надо запустить петарду, но чтобы она не взрывалась, не деструкцию производила, а чтобы она приносила какую-то пользу. И все пошло с ракетно-модельного спорта, все больше, больше, больше. То есть прошло масштабирование. И при поступлении в университет возникла такая идея, почему бы не создать ракетно-носитель на жидкостном ракетном двигателе. Потому что такого никто еще не делал в истории современной России. Студенты. И вот уже более трех лет мы работаем над этой задачей, не покладая рук. А расскажи, какая твоя роль? То есть что ты делаешь в проекте и за что отвечаешь? На сегодняшний день у меня как бы две основные роли. Первое мое амплуа – это руководитель. То есть я занимаюсь связкой всех отделов и слежу за тем, чтобы один отдел был проинформирован о деятельности другого отдела. Занимаюсь административной работой. И второе мое амплуа – это руководитель отдела наземной электроники. То есть помимо управления я занимаюсь и разработкой наземной электроники. То есть пульт управления ракетой, вот та коробочка, на которой большая красная кнопка с надписью «Пуск» – это моих рук дело. Отлично. Вадимир, расскажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы вывоз ракета, какие люди, какие профили? И что из этого есть у вас, а что из этого у вас есть только на бумаге, но вы своим силой, волей и умением это все равно делаете? Вообще, если работать как какое-то прям маленькое конструкторское бюро, которое условно ограничивается пятью человеками, никакой какой-то конкретной организации особо-то и не нужно. То есть должен быть руководитель, который просто как-то координирует работу на своей чуйке, и вот этот проект движется. Но наш проект немного больше – пяти человек. Кайп. Да, и необходимо разделение на отделы, то есть у отдела должен быть руководитель отдела, они все взаимосвязаны, идет какой-то минимальный документ-оборот. То есть это как уже у взрослых, скажем так, как на больших предприятиях. Какие профили? Вот у нас ракет-носитель, вообще, если на нее посмотреть, у нас есть двигательная установка, она состоит, в рамках нее сам двигатель, пневмогидросистема, все баки и т.д. и т.п. Подобная сама ракета, то есть конструкция ее, и внутренние системы уровня. Стартовый комплекс, который позволяет запустить ракету, электроника ракеты наземная и бортовая, и также различные внутренние отделы, например, в рамках ракет-носителя есть отдел, который занимается системой спасения, то есть шьет парашют, там все это увязывает и т.д. и т.п. Специалисты какого профиля? Этот вопрос можно было бы задать, если бы мы нанимали бы людей, а не приходили к нам студенты, иногда сыры, иногда просто заинтересованные, и они по факту, то, чем им нравится заниматься, приходят ребята. Как это происходит? То есть ты объявил, хочу строить ракеты. Да. Написал объявление, деканат согласовал. У нас немного, из-за того, что мы находимся в рамках структуры молодежного космического центра, в этом плане все намного проще. Мы являемся как частью проекта МКЦ, и проводится раз год набор. И на этом наборе все проекты МКЦ говорят, вот, набираем студентов. Студенты приходят, какие-то проекты собеседуются, какие-то не собеседуются, они приходят, им уже дают задачи, и там уже внутри отделов начинается работа. И здесь так же. То есть приходят, например, ребята с первого-второго курса, и они уже более взрослые ребята, их обучают, говорят, как вот это сделать, как вот это сделать, то есть наставляют. А более взрослые ребята, которые вот приходят уже, например, на четвертом курсе, их, конечно, меньше, но они тоже приходят. Уже с какой-то базы знаний, которые им дал университет, применяют эти знания на практике. То есть это как такая большая лабораторная работа, если ее можно так назвать, только уже более серьезная. Поэтому у нас многопрофильные специалисты рождаются, хотя бы в общем виде. А потом, когда они уже идут на предприятие, выпускаются, у них уже есть какой-то опыт, и не надо руководителям на предприятии говорить, забудьте все. Поэтому они уже обладают какими-то навыками и такими софт-скиллами и хард-скиллами. Молодежный космический центр – это уникальное место, где все студенты могут заниматься космонавтикой. Прямо все студенты и всех факультет в баунт. Да, любой желающий студент, у которого есть свои идеи, который хочет чем-то помочь ракетно-космической технике, развить его поляризацию, может реализовать это здесь. Круто. А что здесь делают? Что здесь происходит? Какие работы здесь можно делать? Ну, во-первых, это настоящий функционирующий центр управления полетами. Прямо можно траекторию отслеживать. То есть спутники настоящее летают? Да, можно общаться со спутниками, например, с нашими семью спутниками, которые сейчас находятся на орбите. И вот это по факту не нарисована картинка, то есть это прям реальность, это реальный центр управления полетами. Да, это реальный центр управления полетами. Можно даже заметить такие небольшие кружочки. Это как раз такие аппараты, которые находятся на орбите. И ребята сидят здесь и ими управляют. У нас есть целое конструкторское бюро, которое всем этим занимается. Если я правильно понимаю, то это настоящий спутник. Сейчас находится в Тихом океане, пролетает мимо Латинской Америки. Ну, не в Тихом, он находится на определенной орбите. Но да, это он. Это небольшая звездочка, а кружочек, который вокруг, это зона его видимости. То есть когда мы можем его услышать. И называется он Ярила в честь Бога Солнца? Да, потому что он функционирует для того, чтобы наблюдать за Солнцем. Слушай, а Хорс это как будто как лошадь? Нет, это тоже Бог Солнца. И ребята занимаются разработкой вот этих вот всех спутников. Студенты, конечно же, с наставниками. Расскажи подробнее, какая здесь происходит научно-учебная деятельность в этом центре. Здесь проводятся и лабораторные работы для школьников и студентов. Это популяризация науки. Ну и, конечно же, большая общественная работа, потому что мы организовываем различные олимпиады для студентов и для школьников. И, конечно же, проводим нашу знаменитую молодежную научную школу. Ты, получается, закончила факультет СМ-2. СМ-1. СМ-1. И сейчас здесь преподаешь? Ну, не совсем. Я закончила СМ-1. Да, это коэсмический аппарат ракетоносители. Сейчас я аспирант второго года обучения на этой же кафедре. Помогаю как раз-таки на кафедре с различными предметами своему научному руководителю. Ну и провожу большую работу в молодежном коэсмическом центре. Екатерина Ивановна, очень рад, наконец, лично познакомиться. Я знаю, что вашему учебно-научному центру МКЦ Прибаумки уже более 30 лет. Расскажите, пожалуйста, какие задачи он успел решить за это 30-летие. Для того, чтобы помочь университету в подборе абитуриентов, которые были бы заинтересованы в технике и технологиях, и которые бы осмысленно пришли к нам на наши специальности, в том числе и ракетно-космические. Время было такое, что упал уровень тех ребят, которые приходят, и мы должны были что-то сделать для того, чтобы поднять на входе. Мы смотрели, где проходят конференции научные, и приглашали лауреатов этих конференций, школьных, городских, областных соревнований, финалистов. Вы приглашали к себе в МГТУ имени Баумана. Тогда была провозглашена сначала конференция, а потом и учреждена Олимпиада для школьников всей страны. Она называлась «Шаг в будущее», так она и сейчас называется. А мы, Молодежный космический центр, отвечаем за одну из трех частей, за космос. Воспоминские центры где они работают? Сколько из них в космос полетело? Те ребята, которые, как я сказала, уже по Олимпиаде поступают, по творческим другим состязаниям, они приходят, они уже мотивированные на первоначальном уровне. И когда они стали студентами, нужно было для них организовать уже такую среду, где они дальше бы развивались, потому что у каждого на входе свой проект творческий, и каждый хочет дальше его продвигать. Поэтому на базе Молодежного космического центра мы должны были что-то новое сказать для молодежи, дать возможность, открыть площадки новые. И так родились проекты и программы Молодежного космического центра. У нас нет никакого отбора. У нас главное – приди и найди свое место здесь. Если ты нашел, пожалуйста, welcome. Мы никого не отвергаем. Наш факультет специального настроения, на базе которого существует Молодежный космический центр, он имеет 13 выпускающих кафедр по ракетно-космическим специальностям. И вот если ребята даже с одного нашего факультета объединяются в коллектив для того или иного проекта, то это получается фактически полноценное конструкторское бюро. Здесь есть и проектанты, расчетчики, баллистики, аэродинамики и так далее. И поэтому, да, вот все охватываемые материалы и испытания. Учебно-научный молодежный космический центр ОНМКЦ основан в 1989 году с целью поиска творчески одаренных школьников для привлечения их на ракетно-космические специальности университета и создания образовательной среды для реализации научно-образовательных программ и проектов. В его задачи также входит разработка и реализация научно-образовательных программ для учащихся студентов и аспирантов, организация научно-технического творчества молодежи, популяризация достижений космонавтики, развитие и укрепление связей с российскими и международными молодежными организациями. На базе лаборатории перспективных космических технологий в МКЦ выполняются проекты создания реальных образцов космической техники. Студенты разрабатывают микроспутники серии «Бауманец», «Нано» и «Пикоспутники» серии «Парус» МГТУ. Полезные нагрузки для выполнения космических экспериментов, специальное программно-математическое обеспечение. В настоящее время в проектах участвуют более 100 студентов, аспирантов и молодых ученых различных специальностей со всего университета. Наш центр занимается очень давно и очень серьезно международной составляющей, коллаборация международная. Это наша молодежная научная школа исследования космоса, теория и практика, которую каждый год мы проводим в рамках летней школы. После летней сессии студенты на основе отбора в эту школу поступают и две недели мозгового штурма. Проекты, которые мы вынашиваем в течение года, как мы называем их проекты будущего. У промышленности нет времени для того, чтобы фантазировать, что-то просчитывать на будущее. Часто это отдается на откуп или ученым, или студентам. В данном случае мы берем такие проекты. Например, в прошлом году у нас был проект исследования энцелада, спутника Сатурна, на предмет, действительно ли это одно из мест зарождения жизни. Энцелад – это одна из лун планеты Сатурн и является одним из самых ярких объектов в Солнечной системе благодаря своему ледяному поверхностному слою. Он обладает значительными трещинами и гейзерами, из которых выбрасывается водяной пар и ледяные частицы. Это создает впечатление, что под ледяным покровом может находиться океан жидкой воды. Теория происхождения жизни на Земле с энцелада связана с предположением, что под поверхностью этой луны могут существовать условия, пригодные для развития жизни. Исследование космического аппарата Кассини, который исследовал Сатурн и его спутники, обнаружил, что под ледяным корпусом энцелада находится океан с жидкой водой. Это вызывает интерес у ученых, поскольку жидкая вода считается одним из ключевых условий для существования жизни. Теория предполагает, что подобные океаны на других космических объектах могли создать условия для возникновения и развития жизни. Однако на данный момент прямых доказательств существования жизни на энцеладе или других лунах Солнечной системы нет. Мне всегда интересно, что стоит в замысле, что стоит как идея. Матвей, тебе для чего этот проект? С какой целью ты его делаешь? Думаю, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться где-то на два года назад, когда я первый раз оказался в проект. Тогда меня вела, ну, наверное, как и всех нас поначалу, просто мечта, что вот я хочу заниматься тем, чему меня обучают непосредственно на кафедре, но с каким-то практическим предложением, что называется пощупать руками, увидеть результат своего труда, увидеть, как вот собственная ракета, которой ты сам руку предложил, взлетела, и ты присутствовал на ее пуске и поучаствовал в нем. Изначально это была такая романтическая история. Я тебя немножко поправлю, ты отвечаешь на вопрос, почему это вопрос, направленный в прошлое, а я задал тебе вопрос, зачем это вопрос, направленный в будущее, с какой целью ты участвуешь? Да, ну вот, я просто к чему веду, я веду к эволюции мнения. То есть, если изначально это была просто романтическая мечта, и сейчас, на данный момент, я понял, что, во-первых, этот проект дает много мне конкретно, как человеку, то есть, учит меня очень большому количеству навыков, причем как просто человеку, который, ну, работает над ракетой инженерных навыков, так и как человеку, который руководит коллективом, там, из 35 человек, какие-то управленческие навыки и позволяет вот развиваться дальше в этом направлении. По-хорошему, то, что сейчас мы имеем, вот этот скромный летный стенд, это должен быть первый этап. И, ну, вот, на данный момент у нас есть такие, не побоюсь этого слова, наполеоновские планы. Что будет с компанией через 5 лет? Да, ну, с компанией через 5 лет, надеюсь, все будет очень хорошо. А если поподробнее, то, ну, планируется, что вот уже не более чем через полгода будет произведен наш первый запуск студенческой ракеты на ЖРД. Мы получим моральное удовлетворение от него и такое… И кучу фолловеров в соцсетях. Да, кучу фолловеров в соцсетях. И, ну, просто какую-то известность, ну, в специфическом смысле, это, знаете, как есть рассказ о том, что… Что значит известность у математиков? Что какой-нибудь пацаненок через 200 лет откроет книгу и увидит там твою фамилию? Вот тут то же самое, что мы будем, как минимум, известны вот в своих кругах, в которых мы варимся. После этого начнется довольно серьезная работа по двум направлениям. Первое направление – это увеличение параметров двигателя. То есть двигатель станет, если простым языком говорить… Мощнее? Мощнее, больше, да. Сможет выносить ракетоноситель на большее расстояние. Да и сам следующий наш летный стенд, ракетоноситель, подрастет. Если сейчас у нас он где-то полтора метра в высоту носитель, то он будет уже два с половиной. То есть такой прирост весомый. Ну и помимо количественных изменений, будут, безусловно, и очень важные качественные изменения. Сейчас у нас есть целый отдел, посвященный стартовому комплексу. Что это такое? Это большая металлическая направляющая высотой 10 метров, которая поднимается на тросах, из которой стартует ракета. Зачем это нужно? Ну, дело в том, что у любого двигателя есть такое понятие, как нецентренность тяги и прочие параметры, скажем, которые и работают двигатели, и вообще полеты ракет, которые возмущают ее движение. Могут привести к тому, что ракета просто отклонится. Чтобы этого не произошло, есть такая вещь, как аэродинамический стабилизатор. Начинают они работать на какой-то определенной скорости. Чтобы ракета этой скорости достигла, и при этом за это время никуда не ушла с прямолинейного движения вертикального, есть направляющие. Мы хотим сделать следующее, чтобы наша ракета могла сама контролировать свой полет. Для этого мы отказываемся от стабилизаторов и направляющей и делаем двигатель в подвесе. За счет чего? За счет собственной датчиковой аппаратуры и сервоприводов и прочих механизмов двигатель поворачивается на необходимый угол, и тем самым ракета-носитель стабилизирует свой полет. Эта технология интересна по двум причинам нам. Во-первых, это очень круто. Это самое главное. Это самое главное, да, я считаю. Эта технология может открыть для нас, скажем так, двери к другим технологиям. Конкретно у товарища Илона Маска с помощью контроля вектора тяги реализован возврат отработавших ракетных блоков. И, конечно, большой интерес бы для нас представляло, не то, чтобы повторить, а сделав, естественно, по-своему, улучшить, да, и сделать некоторую альтернативу, то есть технологии, которая также позволяла бы возвращать отработавшие ракетные блоки. Зачем это нужно? Ну, во-первых, в целом сейчас имеется общий тренд на многоразовость. Несмотря на, безусловно, огромное количество нюансов, не надо там жить в мире розовых очков, что многоразовость – это абсолютное добро. Нет, это не так, есть много проблем с ней. Но при этом все равно есть тренд на ее использование, как и за рубежом многих компаний, так и у нас. И, конечно, не хочется отставать от общих трендов. Это, во-первых. Во-вторых, мы сами видим как бы перспективность этого направления. И, в-третьих, безусловно, хочется верить, что случится одно из двух. Первое. Когда мы уже доведем наши технологии до некого абсолюта, и увидим, что кто-то в ней очень сильно нуждается, мы сможем ее выгодно предоставить. Но, естественно, это будет когда-то там давно и далеко не в самом первом случае. Это план, даже не B, план C или D. План А, чтобы через 5 лет, подытожив, мы дошли до такой степени, что мы, а, испытали вот эту технологию с контролем вектора тяги, б, коллектив вырос из группы инициативных ребят, которые имеют некоторые компетенции, им это просто нравится, приносит удовольствие на серьезный рабочий коллектив с очень серьезными компетенциями, которые за свою работу получают не только моральное удовлетворение, но и, условно, соразмерное, вкладываемое в силу материальное вознаграждение. Окей, я тебя понял, слышал. Владимир, расскажи, пожалуйста, твой изначальный замысел, может быть, он менялся в процессе, зачем тебе вся эта история? С какой целью? Изначально данный проект создавался только с одной целью – научиться. И, в принципе, я думаю, что цель отчасти выполнена. То есть мы очень хорошо научились. Как говорится, даже плохой опыт… Видимо, разного. Да-да-да, даже плохой опыт – это опыт, это самое главное. Но учились ли мы? Научились, безусловно. И получили не только навыки, но и осознание во многих вопросах, как по факту это работает. То есть это на самом деле не все так просто, как мы думали раньше. Вот мы думали, вот сейчас сделаем там ракету за год. Да там все легко. Сейчас там… Вообще уголь, дрова и полетели. Ну вот, вот примерно так и было. Да, там это, все просто, все раз, два, три. А оказывается, нет, не просто. Оказывается, что ЖРД – это очень такая капризная технология, которую необходимо уже… Она таких гаражных технологий уже не принимает. Это уже не просто так. Требует большого количества вложений, времени. Вложений не только финансовых, но и, например, производственных. То есть токарные станки, какие-то… Какая-то инфраструктура небольшая, где это все проводить и т.д. и тому подобное. То есть кроме знаний и понимания, что еще изменилось, и уже как-то из-за того, что мы уже набили эти шишки… Аппетит приходит во время еды. То есть сначала хотел просто научиться, а теперь так, я научился, зафиксировался, хочется дальше идти. Сейчас хочется вот уже вот двигатель, и ты уже знаешь его моменты, ты знаешь, где что в нем не так, и ты уже понимаешь, вот здесь надо работать, а вот здесь вот косяк, а вот здесь вот в начале работы, вот там оплошность, ну, там, вот, например, есть у нас такой параметр. Вначале он был заложен еще вот там три года назад. Мы заложили параметр, называется тяговооруженность. Это отношение тяги двигателя к весу ракеты. И возникает… То есть мы посмотрели на параметры вот ракетной GRD, там этот параметр называется 1,3. Это безразмерный коэффициент 1,3. Ну, число и число. Ну, мы такие, ну, возьмем с запасом, возьмем 2. И взяли 2. Но, но… Спустя два года мы поняли, что при параметре тяговооруженности 2, для того, чтобы ракета и заработали аэродинамические стабилизаторы, то есть это как бы совершенно из совершенно другой области вопрос. Необходимо, чтобы ракета набрала метров от 16 до 27 метров в секунду. А наша ракета набирает ее только на высоте примерно 10 метров. И нам приходилось каким-то образом выпутываться из этой ситуации. Мы, конечно, выпутались, но это доставило некоторые проблемы. Поэтому сейчас очень много таких параметров концептуальных уже известно. И хочется уже дорабатывать, дошлифовывать. Ты понимаешь, куда двигаться. Вот насколько мы, скажем так, сэволюционировали. И мне кажется, это дорогого стоит. Помимо Ротеха, частным космосом в России занимаются компании SR Space, Space Energy, Sputniks и Lean Industrial. SR Space. Три года назад российская частная компания SR Space, ранее Success Rockets, провела первый запуск новой ракеты «Небо-25» с полигона в Астраханской области. Уникальность стартапа заключается в использовании высокоэффективных двигателей на твердом топливе, что делает процесс запуска более экономически эффективным и экологически безопасным. Сейчас у компании в разработке находятся два типа двигателей. Первый однотонный, второй с тягой в три с половиной тонны. И три ракеты. Суборбитальная ракета «Небо», двухступенчатая ракета сверхлегкого класса «Космос» и двухступенчатая ракета легкого класса «Сталкер». «Небо» предназначено для метеорологических исследований, тестирования различных систем и других научных целей. Грузоподъемность на высоту 120 километров составляет 20 килограмм. «Космос» будет выводить на орбиту малоразмерные космические аппараты до 200 килограммов на высоту до 700 километров. «Сталкер» будет использоваться для быстрого и конкурентоспособного по стоимости вывода малых космических аппаратов весом до 700 килограммов на орбиту до 700 километров. «Спейс Энерджи» частное космическое предприятие «Спейс Энерджи» было основано на Камчатке в октябре 2022 года, а в декабре 2023 состоялся запуск прототипа суборбитальной ракеты «Чайка». Целью запуска было тестирование телеметрии, парашютных систем спасения ступени и системы связи для поиска. Все системы отработали штатно. В следующий запуск планируется полноценный суборбитальный пуск. Уже готовы умная система стабилизации ракеты, использование решетчатых рулей. Параллельно вся команда «Спейс Энерджи» работает над сервисами по предоставлению космических снимков высокого и сверхвысокого пространственного разрешения. В рамках сервисов планируется использование технологии машинного обучения. Российская компания «Спутникс», входящая в состав «Ситроникс Групп», является одним из лидеров космической отрасли в России. В 2023 году она создала более 120 космических устройств. Часть из них уже выведены на орбиту Земли. Это аппараты российской группировки для трекинга морских судов «Ситро АЭС», а также первый экспериментальный аппарат группировки сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М». «Спутникс» занимается разработкой нескольких моделей космических аппаратов для спутниковых группировок. Они применяются в автоматической идентификационной системе для мониторинга судоходства, оптического дистанционного зондирования Земли с высоким и сверхвысоким разрешением, а также радарного всепогодного мониторинга. Лин Индастриал В 2015 году компания Лин Индастриал из Москвы анонсировала начало разработки собственной ракеты-носителя. Представлено было две модели «Сверхлегкая Таймыр» и «Легкая Сибирь». С 2016 по 2018 годы компания успешно провела огневые испытания жидкостного двигателя и системы управления. С тех пор каких-либо внятных новостей о судьбе ракет не слышно. Вроде как проблема в отсутствии финансирования. В 2021 году на летней космической школе в Сколково Лин Индастриал представила буксир для аппаратов нано- и микрокласса. Разрабатывать его планировали вместе с МГТУ имени Н.Э. Баумана, но, судя по всему, проект заморожен или вовсе завершен. Слушай, мы не просто здесь оказались, я знаю, что вот это твое детище. Расскажи, пожалуйста, поподробнее нашим зрителям, что это такое, что это за аппарат и для чего он нужен. Это как к вопросу, а вообще зачем человеку лететь в космос? Вот одна из причин это исследование и производство в космосе, в рамках которого можно делать новые виды лекарств, новые материалы, какие-то, совершать открытия, которые нам помогут на Земле, которые нам помогут. Новые исследования, новые свойства, в общем, все, что угодно, где можно делать новое. Да, полететь на Луну, на Марс, и вот все, что мы делаем, это нужно доставлять, например, лекарства какие-то, в условиях микрогравитации растут правильными кристалликами в разные стороны. Это очень важное свойство. И вот эти вот лекарства, точнее, этот белок, можно стать основой для многих лекарств, для болезней, которые сейчас неизлечимы на Земле. И сейчас это очень перспективная тема, которой занимаются ученые по всему миру. Ну, видимо, есть проблема доставлять регулярно груз с орбиты на Землю. Да, у нас есть прекрасные союзы с космонавтами, которые раз в несколько месяцев, точнее, раз в полгода взлетают на станцию и привозят обратно что-то в район Казахстана. Так называемые укладки с экспериментами, которые потом доставляются в научные центры. Но почему бы не начать развивать космонавтическое производство, подумала как-то я, и, например, начать с доставки лекарств. Для того, чтобы их доставить с орбитальной станции на Землю, нужно это сделать быстро. Нужно сохранить определенные перегрузки, чтобы мы не нарушили вот эту вот структуру белка, не убили этот эксперимент. На данный момент единственным способом для возвращения космонавтов или астронавтов с Международной космической станции МКС является использование космических кораблей Союз и Драгон, предназначенных для экипажей. Союз был разработан бюро конструктора СП Королева и впервые использовано в 1967 году. Вместимость три члена экипажа. Время автономной работы несколько дней в космосе. Капсула Драгон была разработана частной американской компанией SpaceX. Вместимость до семи членов экипажа. Время автономной работы до 210 дней в космосе. Материалы и результаты экспериментов с МКС на Землю доставляются по жесткому графику, но что делать, если посылка нужна землянам срочно. Помочь может малый спускаемый аппарат, который сегодня разрабатывают в Бауманке. Спуск должен быть очень мягким с кратковременными перегрузками до 8 единиц. При этом аппарат будет умещаться в габариты 500 на 500 на 500 миллиметров. Это же один в один правильный макет? Да, это размеры один в один, но у нас это один из вариантов, который раньше рассматривался. Аппарат будет примерно такого же размера, но он уже немножко поменялся по своей сути. Сейчас расскажу почему и что у него изменилось. Мой научный руководитель это человек, который работал с Сергеем Павловичем Королевым. Ему 91 год, он преподает пары и преподает их суперски. И вот он разрабатывал спускаемый аппарат вот такой, который был управляем. То есть он совершал посадку, не как сейчас у нас идет капсула, мы можем там определенным образом ее управлять. При помощи винтов. Да, это был управляемый винт, который можно было раскрывать, можно было садиться в определенное место заданное, то есть чуть ли не на специальную площадку подготовленную. Но, к сожалению, вот эти все работы, они прекратились из-за того, что винт просто-напросто не работал так, как нужно. Проведены были многие исследования и эта система была признана неэффективной. Поэтому Союз у нас сейчас спускается на парашютных системах вместе с двигателями мягкой посадки. Капсула, она с большой скоростью спускается, но все равно ветер-то дует и вот ее может отнести в абсолютно разные стороны на 100, на 200 километров. И тогда ученым, которые нужно буквально взять, вытащить сразу, зафиксировать результат и уехать в НИИ вот с этой вот капсулы, могут ее просто-напросто потерять. Мы подумали, а вот почему определенным причинам не совместить с новыми технологиями, не использовать, например, квадрокоптерные системы внутри. То есть, да, у нас есть капсула, внутри есть квадрокоптер, который просто возьмет и доставит прям в руки специалистам полезный груз. То есть, каковы то, это капсула, потом она, видимо, рассоединяется, сгорает и остается... Ну, она просто отсоединяется на своем парашюте, чтобы никого не убить. А, да, точно, она если отсоединяется, то если она не сгорела, мы этот вариант очень долго просчитывали, поняли, что на данный момент он очень тяжело технически реализуем. Почему? Вот, например, раскрытие лопасти в потоке воздуха. Это достаточно сложная задача, потому что, если вы сразу раскроете лопасть, то ее у вас может загнуть и сорвать. Это значит, что лопасть нужно очень мягко вводить в поток. Она же здесь, опять же, сложенная, на определенном плече. Это нужно правильно раскрыть, ввести в поток. И вот здесь получается очень огромный узел в силу этого раскрытия, закрепления, еще плюс прочность здесь начинает играть свою роль. Я не говорю уже про вибрации. И получается, что винты, эта вот фотокоптерная система, она очень много места съедает внутри самого аппарата. Раз она съедает место, значит, у нас меньше всего можно доставить. Для перевозки, да, для перевозки. Поэтому мы от этой системы сейчас отказались. Это вот как такой пример. И какой следующий замысел? Мы сейчас пробуем делать управляемые парашюты. Это тоже перспективная тематика, которая разрабатывалась, разрабатывается. И просто сами фиксируем датчики, плюс у нас будет система умной посадки, которая будет смотреть вниз и понимать, где я нахожусь. Если там леса, если там поля, если там дома, например, которые будут управлять потом самим парашютом. Конечно же, он не сразу, там определенный каскад парашютов, очень-очень много деталей. Но такая система, как нам сейчас кажется, потому что тогда, когда мы были еще студентами, и мы... мы многое с Али еще ничего не понимали, потому что у нас коллектив, и мы всему это учимся, познаем, воспринимаем и критику, и какие-то там советы очень хорошие. Ну вот, мало-помалу, набираясь опыта, через тернии, к звездам и обратно. Понял. Через сколько лет мы увидим первый полет, первую доставку груза? Ну, я очень надеюсь, что удастся успеть до 2028 года, то есть это срок эксплуатации МКС, который сейчас стоит у нас, ну, либо в рамках российской орбитальной станции, когда будет возможность проводить там эксперименты, потому что у нас она проектируется, очень успешно идет проектирование, очень ждем. Как ты думаешь, в каком году появится РОС, российская орбитальная станция? Ну, сама по себе она должна появиться в 2027 году с выводом первого модуля. А по срокам тоже надеюсь, что все будет штатно. Такие штуки могут спасать жизни людей, потому что выращенное лекарство при помощи новой психологии в космосе поможет людям жить лучше, продуктивнее, веселее, бодрее. Да, на первом этапе космического производства, то есть когда у нас будет уже огромная масса по 400-800 кг, например, представим, то, да, такие капсулы, они будут уже малоэффективны, потому что должны быть уже большие какие-то капсулы, но часть системы отсюда может перекочевать и на большие. А вот для самого задела, для самого ранней пробы вот такой вот автономной доставки без человека, почему бы и нет? Да, в советские времена тоже делали подобные капсулы и военного назначения на станциях Алмаз, на станции Мир капсулы Радуга была для доставки пленки, но у всех у них есть свои минусы, они, конечно же, уже устарели, потому что время идет вперед, электроника тоже все идет вперед, много материала появляются. А, расскажи, сколько у тебя людей в команде, сколько трудится над этим проектом? У нас сейчас в команде около 30 человек, но это ребята, студенты, у каждого, как у нас вообще построено работает, как маленькая, бесплатный хорс. Ну да. Я люблю студентов, но в общем, все мы понимаем. у нас студенты, они распределены по определенным группам, то есть кто-то работает над системой управления движением навигации, кто-то на дабаллистикой, аэродинамикой, форма не просто так тоже выбирается, у кого-то проектный анализ, то есть проектирование всего этого внутри, какие кронштейны будут, какие нагрузки, какое силовое воздействие, это такелажные работы, как вот эту всю конструкцию довести до космодрома, а как вообще это все доставить, а как это запустить, то есть это каждая группа, она отдельно работает над маленькими задачками, то есть такая большая задачка, декомпозированная по этапам. То есть, грубо говоря, до пуска остается 4-5 лет, и за это время тебе нужно сделать опытный образец, вывести его на МКС, либо на будущую российскую станцию и, собственно, испытать. Да, на самом деле у нас цикл как раз-таки проектирования, создания ракетной техники гораздо сложнее всей вот этой... Сколько лет ты уже сидишь в этом проекте? Ну, как сижу, я его придумала, но у нас уже года 3, он идет мало-помалу. Изначально это была моя идея, я думала, ой, как интересно, начала вот про эти эксперименты узнавать, как вообще, какие болезни можно вылечить, например, болезнь Стивена Хокинга. Можно синтезировать такой белок в космосе, который можно, вот у него с клерозом какого-то вида, честно, не помню, вот его можно так вылечивать. Это вот тема, которая еще исследуется. Будет, не будет, но это неизлечимая болезнь на данный момент. Отлично, отличная мысль, отличный замысел. Желаю тебе успеха в твоих всех начинаниях и чтобы точно получилось. Спасибо большое. жду гостей еще. Да, круто. Спасибо большое. Предыдущие годы у нас был такой проект миссия на Марс, пилотируемая с использованием астероида. Мы выбрали подходящий астероид, составили схему баллистического полета, как к нему прилететь, как к нему прицепиться, как там создать базу на планетную, на астероидную, как прожить на этой базе два года, два там года с лишним, когда он летит в это время по направлению нужному нам и как вовремя с него соскочить для того, чтобы тебя не утащило в ненужную сторону и как организовать перелет, баллистику все ребята считали, чтобы попасть именно на Марс. И там, да, все там нужны были специалисты и ребята разных стран, разных культурных сред, разных языковых сред, вот они соединялись в одном проекте, разбивались на целевые группы, смешанные, естественно, целевые группы и работали на единую цель. Они должны были состыковаться, но это сложно и поэтому у нас каждый раз лидерами, тем лидерами в каждой команде такой бывает наш баумниц, который знает, куда вести свою команду и под его управлением вот такие разношерстные команды, они оказывались результативными и выполняли правильно свою миссию в этом общем проекте. Опыт работы молодежного космического центра МГТУ имени Баумана позволил создать ряд личностно ориентированных целевых программ, реализуемых в настоящее время в МГТУ имени Баумана, в которых получили дополнительное образование более 5000 школьников и студентов. для управления спутниками в том числе и собственные разработки в университете созданный центр управления полетами ЦУП-Б, малых космических аппаратов и центр приема данных дистанционного зондирования Земли. ЦУП-Б оснащен четырьмя антеннами, двое из которых позволяют принимать космические снимки, а две другие служебную информацию со спутников и передавать на борт управляющие команды с рабочих мест операторов. Студенты осуществляют управление в автоматизированном режиме, при необходимости возможен также переход на ручное управление. Создание всех спутников в МГТО имени Паумана инициатива студентов, занимающихся научно-техническим творчеством на базе Молодежного Космического Центра Университета. На факультете специальное машиностроение 13 выпускающих кафедр по подготовке специалистов для ракетно-космической промышленности. Объединившись в проектах по разработке космических аппаратов, они представляют собой полноценное конструкторское бюро, где есть практиканты, тепловики, радисты, технологи, баллистики и управленцы. Парни, скажу честно, вы самые молодые, у кого я беру интервью. Мой канал называется Везенер 2051, потому что именно к этому году я хочу создать свой аэромобиль. Как вы думаете, по вашему мнению, вам будет в 2021 году, вы будете оба моложе 50 лет, какие технологии будут использоваться в 2021 году, каким будет мир в 2021 году? Как ты думаешь? Тут, на мой взгляд, возможно, два пути. Путь номер один оптимистичный, в который я хочу верить, и путь номер два пессимистичный, в который лично я верить не хочу. И касательно того, какой из них более реализуем, честно, я пока не могу сказать. Путь номер раз. В ближайшие 10, 20, 30 лет будет совершено большое количество открытий, причем открытий таких фундаментальных, потому что, думаю, ни для кого не секрет, что во многих областях науки и техники мы уперлись в наш потолок. Те же самые ракеты-носители, уже в России производятся двигатели, у которых некоторые параметры достигают теоретических пределов, то есть выше уже нельзя улучшить их. То же самое там возьмем самолеты. Самолеты уже настолько идеальные, проработанные с точки зрения аэродинамики и прочих, что они достигли... Так как ты думаешь, какие-нибудь технологии будут? Да. Что будет Я очень хочу верить, что будет ряд новых совершенно технологий. Безусловно, большое распространение имеют ядерные технологии. Я свято верю, что постепенно-постепенно мы будем переходить на некоторые ядерные энергетические установки. Мирный атом? Мирный атом, да, постепенно будет возрождаться. По крайней мере, у нас в России я в это точно верю, потому что, если мы вспомним историю, опять же, было очень большое количество проектов с мирным атомом, корабли, не то, что атомные ледоколы, а обычные пассажирские корабли на мирном атоме, и все они потерпели фиаско по довольно обычным причинам, что тогда просто человечество к этому не было готово. Очень возможно, что сейчас человечество вспомнит, потому что оно, а, надеюсь, очень сильно морально будет готово к этому, и, б, есть достаточные технологии, чтобы обеспечить безопасность. И оно действительно вернется к ядерным технологиям. Закон Мура. Фундаментальные открытия в науке могут создавать новые области для прогресса и технологического развития. Это исторически подтверждается многими открытиями, которые приводят к революциям в технологии и науке. Например, открытие электромагнетизма Майклом Фарадеем в 19 веке привело к развитию электричества и электроники. Закон Мура связан с удвоением числа транзисторов на компьютерной микросхеме каждые два года, что способствует экспоненциальному росту вычислительной мощности. Эта концепция была сформулирована Гордоном Муром в 1965 году и стала ключевой идеей в технологическом сообществе. Однако, несмотря на то, что закон Мура продолжал действовать долгие десятилетия, некоторые утверждают, что он может столкнуться с ограничениями из-за физических, технологических или экономических факторов. По потребностям современности будет создана некая технология, позволяющая создавать нам вычислительные устройства гораздо-гораздо больше быстродействия. Мирный атом, более быстродействующие литографические схемы либо их аналоги. Либо их аналоги, да. Скорее всего, какие-то аналоги. Еще одно, третье. Возможно, произойдет некоторая революция в сфере повседневной жизни, в сфере оказания услуг. Сейчас считается диковинкой, какая-нибудь доставка почты или посылок с маркетплейсов дронами. Возможно, это будет иметь гораздо большее распространение. Володь, как ты думаешь, какие топ-3 технологии будут, когда тебе будет чуть меньше 50? Мне кажется, что в первую очередь следует ждать прорыва в некоторых ключевых областях. Прямо в ключевых. В первую очередь, конечно же, космонавтика и космонавтика как в принципе движения. Сейчас мы используем какие-то химические средства, ЖРД, это за счет химии процесса. Мы надеемся, по крайней мере, лично мне очень хочется застать этот прорыв в области возможно, какого-то там гравитационного влияния на тела и что-то в этом роде. Думаю, что обязательно что-то, вот тема с искусственными интеллектами и прочим, хоть это сейчас очень такая расхайпленная тема и очень популярная. Вечерство с 50-х годов пытается воссоздать свой интеллект. Да, то есть она хочет создать это. много синемсов, слишком много нейронных связей. Да, но к чему-то это по-любому придет. То есть так или иначе это либо будет условный Джарвис, как у Тони Старка. мы уже такие же, просто не понимаем этого. Может быть, может быть. Раньше вот думали, например, в физике какого-то нового, то, что физика вся изучена, все хорошо, а потом хоп, Эйнштейн открыл новый мир и понеслось. Надеюсь, что откроется какая-то еще завеса тайны. Мы узнаем какие-нибудь еще правила игры этого мира и какой-то новая отрасль, какой-то новый вид знаний, физики. Он по-любому откроется. Я в это уверен. Круто, что молодые ученые создают реальные практические проекты. В общем, если когда-нибудь нужен будет бизнес-ангел, то постучите мне одному из первых. Хорошо. Спасибо большое. Друзья, мы сегодня сделали большой выпуск про Бауманку, про Молодежный Космический Центр. Я не просто так держу в руках макет этой капсулы. Когда-то ее в качестве спускаемого аппарата рассматривал Королев для своих первых аппаратов. И мне кажется, что энергия Королева осталась в этой капсуле, потому что мы сегодня пообщались со студентами-аспирантами, которые продолжают светлое дело развития отечественной космонавтики. У них крутые, классные идеи и кажется, что у них все получится. Улыбайтесь чаще и пожелаем удачи нашим смелым, молодым, юным студентам и аспирантам.